Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить в Tales of Arise, ну и давайте сначала заглянем на панель навыков, посмотрим, что и кому мы можем выучить. Альфину я бы всё-таки накопил на вот эту штуку. У Ринвилл мы в прошлый раз собрали вот это и... Оставляем шипа после победы над врагом. Норм. Товарищ Лоу. Уф. Товарищ Лоу. Вот здесь пробитие. Плюс 40. Мне нравится. Но все скиллы стоят, как чугунный мост. А здесь купим и у Кесары. А так плюс 10. Ууу. Уличная шкала усиления от поверженных врагов. И даже вот так вот упрощенный переход останется только вот это. Ладно. Мы почти на месте, ребят. Будьте начинали. Ха. Уже предвкушаю, как мы войдем через главный ход прямо с ноги. Ну насчет прямо с ноги я даже не знаю. Ох ты. Там, смотрите, целая солдатская рать. Стоять. Далфин со своими приспешниками? Чего ты взял? Кроме тебя никаких визитеров не ожидается. А без предупреждения в Ганад Харрес не приходят. Поэтому еще раз спрашиваю. Далфин со своими приспешниками? Да. Тогда входите. Лорд Волрон ожидает вас в замке Дель Фарис. Как вежливо. А если никого не ожидается, то смысл тогда вот в этой охране? Непонятно. Ну что, а спрос к нему пустят. Что ж, весьма приятно, когда тебе оказывают такой прием. Это точно. И Легион. Опять у меня воспоминания о Висперии. Не знаю почему. Но мы с ним встречаемся там. И что теперь? Сперва разведаем обстановку в городе, а потом двинемся к замку. Так, а теперь нас выпустят отсюда? Нет. Все еще сюжетно что-то мы должны сделать. Ну то есть понятно, что мы Шион вообще-то пытаемся спасти. Так, да. И че? Кто? Почему водопады, ребят? Вокруг не души. Ни рабов, ни даже солдат. Да где вообще все люди? Мне нисколечко это не нравится. Что-то тут не так. Ну да, засада может поджидать за любым углом. Я тоже не в восторге. Да нет, дело даже не в этом. Тут что-то другое. Вон там впереди, видимо, замок Волорона. Просто возьмем, пойдем к входу. Раз прожник сказал, что нас ожидают, знать бы, где держат Шион. Тогда бы можно было... Точно. А? Это странное чувство. Дело не в том, что город пустует. Кажется, будто здесь вообще никто не живет. Кстати, да. Какой-то он ненастоящий. Думаете, этот район построен только для ринян? Лена-зинок как наука. Икру надо больно. Тут просторно для такого. А? Ого. Слава Гранат-Харасу. Слава Волорону. Странная история. Эй, эй, вы что там делаете? Слава Гранат-Харасу. Слава Волорону. Что за лодочный молебен? Что это вообще такое было? Они ведь дыняни, да? Это ненормально. Погодите. А вдруг это из-за хильганских плодов? Не думаю. Слишком послушными они выглядели. А что насчет астральной энергии? Не чувствуешь ничего от них? Нет, я бы точно заметила. Но если они не плоды, тогда что? Обратите внимание, их никто не сопровождал. И они направлялись к замку. Видите, да, водопады ребят почему-то? Что-то не нравится мне все эти лодки. Да уж, не похоже, чтобы они просто шли на работу. Похоже, канал, по которому они движутся, ведет к замку Дельфарис. Если мы последуем за ними, то, возможно, узнаем, что происходит. Не выпускают. Сюжетно нас, короче, поймали в ловушку, можно сказать. У меня от него же мурашки по коже. Лоу, у тебя ноги трясутся. Что? Да шучу я. Ты... Так, нам на лифт, получается? Да, больше выходов нет. Ну, на лифт так на лифт. Нам не впервые кататься на этом произведении искусства. Легион уровень 2. Ого. Ага. Как думаете, что это за люди были в лодке? Кто знает. Данианские рабы, как мне показалось. Но больше ничего не понятно. Этот город выглядит красивее и величественнее, чем все, в которых мы были раньше. Но при этом... А, понимаю. Что-то с ним не то, если дни и со зданиями. Я всегда считал, что по облику города можно многое сказать о том, кто им правит. Но учитывая, какое тревожное впечатление производят улицы... Несмотря на внешние величия, когда ты оказываешься на них, появляется ощущение, будто бродишь по опустошенным руинам. Давайте пойдем за той лодкой. Может, нам повезет, и кто-то расскажет, что здесь творится. Может быть. Может быть. Видал я города-призраки, в которых по сравнению с этим жизнь кипела. Куда подевались все, дняни или няня? О, сундучок. С лосось. Хе-хе. В сундучке обнаружился лосось. Так, стоп. Это лифт, но вот здесь есть опциональная какая-то с контровой площадкой. Я бы на нее зашел. Что-нибудь мы можем? А, мы можем посмотреть. Ладно. Я просто ждал, что вода снова моргнет, потому что она один раз моргнула. Вы видели, может быть. Третий уровень. Уф. Угу. Здесь пусто. То есть даже врагов-то особо нет. И тут никого. Остается только в замок заглянуть, но... Ну да, криповат все это, криповат. Ну ладно. Хотя будет оригинальный, если в кое-веке мы будем сражаться не на вход, а на выход. Ну вот, тупик. Наши шансы залезть по стене или пробитие не слишком велики. Другого способа войти все равно нет. Надо осмотреться повнимательнее. Здесь должен быть какой-то рычаг или еще что-нибудь. А просто постучаться. Что-то, что на этот раз. Смотрите, вон там. Слава Ганад Харасу. Слава Волрону. Слава Ганад Харасу. Слава Волрону. Остановитесь, вы же умрете. Да чтоб тебя. Вы же просто умрете ради Волрена. Бегите, садитесь из лодки. Ага. Что случилось? Ну мы постучались и нам открыли, нет? Если нас ждут, все-таки нас зовут. Зовут? Кто этот убийца? Это лишь провокация, чтобы показать нам, точнее Алфану, на что способен Волрон. Он похитил Шион. Убил этих Даниан. Если его интересует именно я, зачем трогать их? Зачем это все нужно? Слышишь, Волрон? Отвечай! Алфан, ты не виноват. Не поддавайся на его уловки. Знаю. И не поддамся. Понял. У меня на руках столько крови. Ну, чтобы остановить этого мерзавца, придется сражаться и дальше. Идем. Проклятье. Отвратительно. Отвратительно. Все эти люди в лодках. Думаешь, они осознавали, на что идут? Если и так, то очень умело притворялись, что нет. Они вообще выглядели как болванчики, которые умеют только выполнять приказы. Я догадываюсь, чьи Волрон. Они до самого конца не знали другой жизни, кроме бессловесного подчинения. Разве это жизнь, когда единственная ее цель — умереть по приказу? Если ты в рабстве, у тебя, считай, уже украли жизнь. В худшем случае, буквально, эта тварь получит по заслугам. Я ей уйти не дам. И все. Так-то мало разговорчиков на такие темы. Потому что сейчас вот могли бы стоять и говорить, говорить, говорить. Это как Альфин легко открывает огромную дверь. Да все в целом. Это то, что я думаю. Все эти люди, их... Да он больной. Просто чокнутый. Запомни все это хорошенько. Вот на что способен наш противник. И все-таки, если Волрон не использует хельганские плоды, то как, по-вашему, он всех контролирует? Не похоже, чтобы им угрожали. Но они вроде даже не понимали, что происходит. Может, есть какое-то другое средство, скажем, зелье? Хотя, по правде говоря, звучит сомнительно. Но тогда выходит, что они повинуются Волрону по собственному желанию? Но почему? Ничто не укрепляет авторитет власти так, как верность подданных. Верноподданные важны для любого властителя. Для Волрона это должны быть те, кто желает отдать жизнь ради него. А делают они это по собственной воле или нет? На мой взгляд, ими управляют, как маримонетками. Разве возможно настолько контролировать человека, чтобы он даже беспрекословно пожертвовал собой? Ты же видела. И вспомни времена, когда ты еще состоял у меня на службе. Прикажи я пожертвовать жизнью. Ты бы подчинилась. Но это другое. Да, Халим! Прошу прощения. Опять я неосознанно грублю. Нет, ты прав. Только разница в том, что ты-то никогда такого не требовал. И не потребовал бы. Все лорды умеют мастерски манипулировать чувствами подданных. И не важно, что они используют. Страх, пытки или другие методы. Результат всегда один, лор. Страх. Неудивительно, что здесь вообще не осталось ни следа от каких-то повстанческих групп. Да уж. Ну, а мы с вами все ближе и ближе к тронной комнате, что ли? Что это вообще такое? Странное место. Сейчас будет бывший он. Не может же такого быть. Хотя... Шион! Стой! Что-то не так. Шион! Шион! Мы пришли за тобой. Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Мама, она говорит, почему. Шион! Ложь. А, все-таки больше он. А почему Ю-7? Можно вопрос? Я не знаю. Я могу. Я не знаю. Шон. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Шион, мы идем. В этот раз я уже не подведу. Это больничта по сравнению с той, которую чувствуешь ты. Я тебя больше не отпущу, Шион, и выдержу все. Поэтому прошу очнись, Шион. Фрофс, там долго вот этой вот порубки заниматься? Это вообще нужно ли? Давайте так. Потому что, ну, странная история. Они нам особо урона не наносят. И как бы просто мы, получается, сражаемся с вами с кустами. Это примерно как с бой с тенью, но с кустами. И Шион нигде нет. Что самое волшебное. Ага, и они новые вырастают, кусты эти. Шипы отрастают, отрастают. Если это не прекратится. Шио, начнись. Вернись к нам. Одна. Одна. Я совсем одна. Неправда. Альфин! Она думает, что мы ее бросили. И совсем нас не видят и не слышат. И все потому, что я... Потому что я тебя не удержал. Потому что отшатнулся. Так ведь, Шион. Но ты больше не одна. Лоу, и Ринвелл, и Кисара, и Дехалим. Мы все здесь. И я. Ты не одна. Мы с тобой. Мы с тобой. Поэтому, пожалуйста. Не сдавайся. Вместе мы справимся с твоими шипами. Шион. Шион. Ринвелл. Ринвелл. Альфин. Сколько можно повторять? Чтобы ты не делал глупостей. Нет времени расстеживаться. Ринвелл. Покончим со всем. Я еще раз доверю тебе этот меч. Идемте. Буларн ждет. Альфин. Альфин. М? Что? Что? Чем-то занимался, пока меня не было. Что? Скучал по тебе. Альфин. То, что я там устроила. Я смог увидеть тебя настоящую. И оно того стоило. А боль это как сладкое воспоминание. Сладкое воспоминание? Тебе все же стоило бы проверить голову. Ну вот. Хидо. Мне кажется, ли они... Ты только заметила? Они просто радостного оказаться вместе. Да, понимаю, конечно. Все в порядке. Каждый из нас выражает чувства по-своему. Оставьте их в покое. Почему бы тогда им не уедниться? Оба. Новая винтовка. И новая платья. Ух. Филда Халима. Знак темного мага. Шилан. Да, кстати. А какого уровня Шилан? Тридцать третьего. То есть как раз под команду нам ее дают. Ну даже чуть сильнее. Тогда. Да Халим. Как был внизу, так и оставайся внизу, но в дополнительной команде. А шо он присоединяется к нам? Спасибо. Со мной все будет нормально. Идемте. Нам нужно расправиться с Фолореном. Да. Значит, правитель Альмарены, произошедшая на Ленегисе 300 лет назад, столько всего тебе пришлось принять и пережить. Я вообще не представляю, какой груз лежит на твоих плечах. А я не знал. Значит, я тебе с самого начала эту Наури напоминала, да? И что думаешь? Я ее потомок? Видимо, да. Вы с ней очень похожи. Сперва Шилан, потом эти рабы. И кто знает, что еще могло тут твориться. Этим лордам вообще никакие законы не писано. Мне крайне стыдно быть одним из них. А, извини, Дахалим, я тебя не имел в виду. Думаете, за тем, что случилось с шипами Шоан Стейт-Волрон? Не уверен. Если ему была нужна только приманка, тогда хватило бы одного похищения. Но, возможно, он преследует ли какие-то другие цели. Даже если забыть о шипах, по идее, заложника надо держать рядом с собой. Так почему он оставил ее без охраны? Если главной целью Воллорена было избавиться от Альфина, он мог бы просто напасть на нас. Сил-то ему хватает. Но он не стал. А значит, играет с нами. Но оставляет Альфина страдать как можно дольше. Но почему? Откуда у него вообще такой суп на Альфина? Это потому, что он поднял восстание? Возможно. Но посмотрите на все с точки зрения Воллорена. Он же пойдет на все, чтобы победить в борьбе за корону, верно? Существование истинного правителя ему явно поперек горла. Вы не встречались с ним раньше, Альфин? Только уже когда мы были всем вместе. В итоге вопросов только больше. Ну вот что мы его отминаем, это вопрос решенный. Тыло у нас сама прямота. Сказал, как отрезал. Мои астральные приемы хорошо прогрессируют. В смысле? Что ты с ним собираешься делать? О, ну знаешь, хочу вырастить цветок и способ, и подвесить его в воздухе. Значит, хочешь стать уличным фокусником? Да, потрепала эта заварушка нервы. Я в какой-то момент вообще не знал, что будет. Я просто рада, что все обошлось. А ты как, Шион? Все хорошо. Он тебе... Он тебе ничего не сделал? Я... Последнее, что я помню, это корабль. Когда к Альфину вернулось чувство боли, и он прикоснулся ко мне, я сразу вспомнила детство, и то, с каким страхом на меня вечно смотрели. А потом внутри меня поднялась волна тьмы, и она просто закрыла с собой все. Я ничего не видел. Осталась совсем одна. Шион... Теперь все хорошо. С тобой все хорошо. Ты больше не одна. Мы все рядом. Спасибо. Так, а уж он там шмоточки, да, были? Ой, я сказал, уж он. Темная Астра, сумеречное платье. Все на нее надели. Ну, окей, у нас есть выход из локации, но знаете что? Давайте на этом и закончим, и продолжим уже в следующий раз. Всему спасибо Миша, Лебедева, Андрея, Фиолетову, Евгению, Глебову, Дахармсу, Простоеду, Антону Цару, Глебу, Сахарову, Юджину, Вольнуар, Нокмейту, Алексею Смирнову, Сергею Кайну, Баррату, Мазадаре, Кравчоку, White Rabbit, Уроки, Бальбова, Кириллу, Алехину, Old Mims, за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вместе со мной проходите игру, ну и до встречи в следующем эпизоде. А у меня на этом все, удачи, счастливо, пока-пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok